Так уж сложилось в моем служении, мне надо вам прочитать не самые приятные стихи, а вот, ну, как бы это, я уже привык, не знаю, как вы. Итак, Батия 2 глава 4 стих. Вот происхождение неба и земли при сотворении их, в то время, когда Господь Бог создал землю и небо. Откровение 21 глава 1 стих. И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий, вот, скиния Бога с человеками, и Он будет, Он, Бог, будет обитать с ними. Они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Он всякую слезу с очеих, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет. Ибо прежнее прошло. И сказал, сидящий на престоле, сие творю все новое. И говорит мне, напиши, ибо слова сии истинны и верны. И сказал мне, совершилось. Я есмь, альфа и омега, начало и конец, жаждущему. Так все хорошо начиналось. И сказал, сидящий на престоле, сие творю все новое. И говорит мне, напиши, ибо слова сии истинны и верны. И сказал мне, свершилось. Я есмь, альфа и омега, начало и конец. А покажите нам этот стих. Это у нас, если я не ошибаюсь, шестой или пятый, не шестой стих. Откровение, 21 глава, шестой стих. Интересно. Нам хотелось бы думать, что, ну, описание того, что мы сейчас прочитали, это, по сути дела, уже все, новый Иерусалим. И в Новом Иерусалиме будут только классные люди. Только достойные люди. Все классно. Но тогда, я не знаю, обращали вы внимание или нет, но здесь не сказано, что каждому я дам даром от источника воды живой. Казалось бы, новый Иерусалим, казалось бы, новое небо и новая земля, казалось бы, но все. Слава тебе, Господи, ускреблись. Мы уже там. Не замечали иногда у верующих у нас такое? Хоть бы как-нибудь, любым образом, ну, ускрестись вот в райочек. И я там расслабиться могу. Ну, кто не первый раз меня видит, вы привыкли уже к тому, что я, ну, кайф обламываю. Даже там есть некоторое разделение, если говорить очень непопулярным, а кое-где запрещенным словом, сегрегация. Вроде как, новое небо и новая земля. Вроде как, все, я есть мальфа и омега, начало и конец. Это предпоследняя глава всей Библии. Библии – это уже победа, все. Жаждущему. То есть будут люди, которые не жаждут. Жаждущему. Да, я дам даром. Знаете, меня интригует. Я даже записал это таким образом, что извечный парадокс. И извечный парадокс Писания в том, что хотя вся Библия непрестанно говорит о важности наших дел и самодисциплины, и все-таки они не спасают. Перевернем это иначе. Хотя все мы с вами знаем, что благодатью мы спасены, сияние от дел Божий дар. И в то же самое время, в то же самое время, но вот если ты не жаждешь, то ты и не напьешься. И интересное взаимодействие этих двух вещей. Мне хотелось бы сегодня поразмышлять именно об этом. И сказал сидящий на престоле, си я творю все новое. И говорит мне, напиши, ибо слова сии истинные верны. И сказал мне, совершилось, я есть мальфа и омега, начало и конец. Жаждущему дам даром от источника воды живой. Ладно, если бы на этом все закончилось. Следующий стих. Следующий, буквально следующий стих. Седьмой. Покажите нам его. Каждый наследует все. Или нет? То есть мне там придется еще и побеждать? Побеждающий наследует все. И заметьте, в будущем времени. И буду ему Богом. И он будет мне Богом. Как Екатерина написала в объявлении про то, что я сегодня буду здесь, у нас есть традиция. Ну, она была в октябре, сейчас в ноябре. Но так интересно, что традиционно получается, что когда я приезжаю, это некий такой, как бы, знаете, для вас это мой визит, а для меня это так это. Подведем итоги года моего. И оглядываясь назад на этот год, я вижу, что я выношу из этого года две мысли. Мысль номер один. Вера – это пропослушание. Еще раз. Вера – это пропослушание. Апостол Иаков говорит нам, и поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Да. Каким образом он поверил? Возложил сына своего на алтарь. Это послушание. Послушание, когда ты не понимаешь, что Бог делает. Послушание, когда ты не, ну, реально, ну, как это так? Я 25 лет, ну, 25 лет – это, как бы, от момента, сколько мы знаем Авраама, да, то есть мы знакомимся с ним, ему 75, ему 100 лет, у него рождается сын, потом 17 лет, ну, плюс-минус, мы не знаем точно, но где-то порядка 17 лет было Исааку, когда было это возношение на жертвенник. То есть вот эти все годы, вроде, казалось бы, он ждал, но я думаю, что как муж, как желающий быть отцом человек, он, наверное, всю жизнь ждал себе сына. И вот ему уже, получается, 118 лет, и Бог ему говорит, я дам тебе все, или я заберу у тебя все. Я дам тебе все, он говорил, когда они знакомились, когда ему было 75. Благословлю тебя, и так далее, и так далее, то есть, ну, как бы, вот это вот все. Знаете, это конфетно-букетный период в отношениях. Я дам тебе все, люблю-люблю, трамвай куплю, луну достану с неба. Но где-то в ваших отношениях наступает момент ответственности, момент серьезности в этих отношениях, и Господь говорит, ну, пойди на ту гору. И знаете, интересно, когда мы читаем эту историю, мы не будем сейчас туда обращаться, у меня еще два огромных отрывка из книги Исаии, но когда мы вспоминаем эту историю, иногда, иногда из-за того, что мы просто читаем, а не проживаем эти события, то у нас создается впечатление, что, как бы, ну, Авраам-то, он-то знал, что все будет хорошо, он-то изначально знал, что Господь предусмотрит Агница, вернее, Овна, вернее, Барана, ну, понятным нам языком, да, в кустах. Вот. Но надо вспомнить, что Бог сказал Аврааму в самом вот этом начале этой истории. Иди, вознеси сына своего на жертвенник. То есть, Авраам все это время шел с этой мыслью. И мы с вами знаем, что в итоге Бог говорит, нет, не надо, все, я видел, я увидел, что ты... И что ангел говорит Аврааму? Ангел говорит Аврааму, знаю, теперь я знаю, что ты мне послушал. Вера, это про послушание. И знаете, вот этот вот извечный парадокс. Вроде как не делами мы спасены, но дела от нас требуются, и какая-то взаимосвязь. Чем дольше я пребываю в служении, чем дольше я пребываю в слове, тем больше... Знаете, раньше я думал, мне понятна эта взаимосвязь. Но теперь я все меньше и меньше уверен, что она мне понятна. Потому что вроде как благодатью мы спасены, но в Бытии, в 6 главе, и это второй вывод, который я выношу из этого года, второе яркое осознание, которое произошло в Бытии, в 5 главе, а потом в 6 главе повторяется эта мысль. Сказано, что Ной обрел благодать пред Богом. Ной обрел благодать пред Богом. Ну и как у профессионального харизмата, у меня сразу благодатью Госпотину, и все, естественно, вторая глава. Ну, Ной обрел благодатью Бога. И вдруг, читая историю про Ной в этом году, готовясь к одному из эфиров, которые я записывал, у меня вдруг приходит осознание, что если бы Ной был харизматом, то нас бы никого не было. Почему? Потому что, если благодатью мы спасены обозначает, что ничего не надо делать, то Ной не построил бы ковчег и утоп бы, как и все остальные. Вроде как, благодать-то он обрел. Но не все наследуют все, а побеждающие наследуют все. И интересно, что если мы поговорим с вами дальше, и, может быть, не хотелось бы двигаться, вот, ну, откровение 21 глава 7 стих, мы остановились на этом. «Побеждающий наследует все, и буду Ему Богом, и Он будет мне сыном». Какой классный стих, какие классные обетования. Но если я открою 8 стих, то станет страшно. Потому что в 8 стих, ну, подождите, ну, это уже новое небо, новая земля, ну, это уже Новый Иерусалим, ну, вы о чем вообще? И тут натыкаешься на 8 стих, можно 8 увидеть? Я даже читать его, наверное, не хочу. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и долослужителей, и всех лжецов, участь. Зачем напоминать об этом еще раз? У меня есть подозрение, что когда Бог говорит, все творят все новое, когда Иоанн записывает «Новое небо и новая земля», обычно, традиционное восприятие, что, ну, вот эта вот планета, она пошла в утиль, прилетит еще какая-то, и все-таки мечта Илона Маска исполнится, мы перепрыгнем на ту планету и начнем оккупировать космос. А что, если мысль вообще не об этом? А что, если я все творю все заново? А что, если я даю тебе еще одну возможность? Потому что раньше я думал, раньше я воспринимал, что когда здесь говорится «Новый Иерусалим», то здесь говорится, что вот все, дальше никаких проблем. Но когда я начинаю внимательно читать, я вижу, что по-прежнему есть сегрегация. Уже там, уже на новой земле, новое небо, новая земля. И поэтому очень интересно, когда Иоанн пишет эти слова, Иоанн Благовестник, он пишет эти слова, он находится на острове Патмос, ему уже 80, ну, плюс-минус 80 лет. Мы там не знаем точных вариантов, но по всем расчетам книга «Оскровение» написана в 90-м году. И так как из всей команды апостолов, Иоанн называется самым юным, самым младшим, а Иисус-то, собственно, не был стар, да, 33 года, когда он на кресте. Ну, если Иоанн в это время юноша, ну, может быть, 23, то есть минус 10, скажем так, да. В итоге, ну, плюс-минус где-то 80 лет старцу, и это единственный из апостолов, который провел столько времени в служении. Апостол любви. Его послания говорят о любви. Здесь в этой книге «Откровение» он много говорит о любви. Его Евангелие говорит о любви. Его называют апостолом любви. И вот он записывает, будучи в изгнании, проведя плюс-минус 60 лет служения. Вы можете себе представить? Нам, дай Бог, 60 лет прожить. Он 60 лет служения. И он получает «Откровение», и он записывает, и он говорит «Я вижу новое небо и новую землю, я вижу новый Иерусалим, сходящий от Бога». И интересно, когда мы с вами читаем 21 главу, то здесь есть любопытный нюанс. Он говорит «Вот скиния Бога с человеками, и он будет обитать с ними, и они будут его народом». То есть это место, он видит, вот наконец-то настало время, мы знаем отношения с Богом на том уровне, где сам Бог обитает с нами, и вот мы и есть это скиния. Все классно. И однако, есть вот этот нюанс. Вот если ты жаждешь, ты напьешься. Если ты победишь, то ты унаследуешь. И я хочу просто обратить ваше внимание на это, потому что это очень важная вещь. Я задаюсь вопросом, когда Бог говорит «Все творю все новое», это Он будет творить, или это ты будешь творить, потому что ты наделен Его силой? Просто пища для размышления. С момента появления на земле Адама, я вижу, что Бог предпочел двигаться через человека. Большинство вещей, заметьте, большинство вещей обязательно требует участия человека. Есть интереснейшие истории, там, ну, как бы, самая такая всплывающая в голове, помните, когда была ситуация с Елисеем, с пророком, когда топор у человека утонул. И Елисей берет деревяшку, бросает ее в воду. И он бросил деревяшку, ну, вот любопытный момент. Топор железный, он пошел на дно. Елисей берет деревяшку, бросает в воду. Она пошла на дно? Нет, она плавает на воде. Скорее всего, это был поток написано, да, то есть поток, значит, ее смыло. Топор всплыл. Зачем нужна была эта деревяшка? Какая связь вообще? Есть вещи, которые нам с вами кажутся глупыми, но вера, это не про разум, вера, это про послушание. И когда Бог тебе говорит, что-то делать, Он ожидает, что ты будешь послушен, просто послушен. И знаете, любит ли Бог всех? Да, Бог любит всех, но вспомните своих детей. Вам как-то легче их любить, когда они послушны. Дело не в том, что я прекращаю любить ребенка. Дело в том, что мне легче любить ребенка, когда он послушен. И что, если вся история библейских взаимоотношений Бога с человеком, это история того, что образно Бог говорит, не мешайте мне любить вас. Дело не в том, что вы можете что-то заслужить передо мной, не можете. Просто не мешайте. У кого из вас дома есть дети и есть какие-то, может быть, даже и негласные, но есть какие-то правила поведения в доме. Есть такое? Есть что-то ожидаемое, правильно? И опять же, если ребенок не исполнит то, что ожидается в доме, вы не перестаете ребенка любить. Вы его по-прежнему любите, но просто как-то неприятно, да? И это то, что я вижу в этой книге Откровения. Книга Откровения интересна. Еще раз, последняя книга, предпоследняя глава, и все равно есть вот это вот жаждущий, побеждающий. И если мы с вами откроем книгу Исаии, то нас ждет интересное открытие. Книга Исаии, 66 глава. Год назад, может быть больше, ну, в прошлом году, я вдруг окончательно понял, что в Новом Завете нет ничего нового. Реально. Абсолютно все, что есть в Новом Завете, встречается где-то в Ветхом. Настолько это стало для меня понятным, что я это сформулировал таким образом, я, наверное, на библейке говорил об этом, что если мы из Нового Завета уберем все, что упоминается в Ветхом, то от Нового Завета останется только история о том, как толпа мужиков, не пойми зачем, слонялась по берегу Средиземного моря. Ну, потому что даже смысл их походов всех, он описан в Ветхом Завете. Миссия Иисуса описана в Ветхом Завете. Все, абсолютно все. И вот интересно, вплоть до того, что мы вроде с вами говорим, всех творю все новое, новое небо и новая земля, ну, давайте посмотрим, это в Откровении сказано, или это Бог повторяет Иоанну, то, что Он до этого говорил. Исайя 66 глава, с 18 стиха, зачитаю больше, нас интересует 22, но зачитаю больше, Бог говорит, «Ибо я знаю деяния их и мысли их, и вот приду собрать все народы и языки, и они придут и увидят славу мою, и положу на них знамения, и пошлю из спасенных от них к народам». Евангелизация. «Фарсис и Пулу, и Луду, и натягивающим лук, и Тубалу, и Явану, на дальние острова, которые не слышали обо мне и не видели славы моей, и они возвестят народам славу мою, заметьте, славу мою, Бог хочет, чтобы мы возвещали его славу, и представят всех братьев ваших от всех народов в дар Господу на конях и колесницах, и на носилках, и на мулах, и на быстрых верблюдах, на святую гору мою в Иерусалим, говорит Господь, подобно тому, как сыны Израилевы приносят дар в дом Господа в чистом сосуде. Из них, из вас, буду брать также в священники и левиты, говорит Господь, и дальше 22 стих, «Ибо, как новое небо и новая земля, которые я сотворю, всегда будут пред лицом моим, говорит Господь, так будет и семя ваше, и имя ваше». Вот новое небо и новая земля, говорит Иоанн. А здесь мы с вами видим, что новое небо и новая земля. Речь о том, что вы настолько стали преданы Богу, что вас можно послать на дальние острова, которые никогда не слышали о нем, и вы донесете учения о его славе, вы будете достигать людей именно не своими словами, а явлениями его величия. И это будет настолько непрестанно, что вот как новое небо и новая земля никуда не дерутся от его взора, так и твое имя, и твое семя будут постоянно перед Богом. Представляете? Так это другая планета или это мы другие, которые наконец-то стали делать то, что Бог изначально запланировал? И знаете, я задумываюсь вот над чем. У меня есть подозрение, что мечта Бога и сердце Бога не в том, чтобы пересадить нас на другой космический корабль, а мечта Бога. Знаете, вот если мы посмотрим с вами просто линию времени, Бог творит небо и землю, помещает на земле человека. Мы сейчас туда уйдем, там интересно. Он помещает на земле человека, а давайте наверное уже прямо сейчас, Бытие вторая глава. Мы с этого начали, но мы к этому сейчас присмотримся. Бытие вторая глава. Четвертый стих мы читали с вами. Вот происхождение неба и земли при сотворении их в то время, когда Господь Бог создал землю и небо. И дальше описывается кустарник там и так далее, и так далее. Седьмой стих. И создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лицо его дыхание жизни и стал человек душою живою. Итак, Бог сотворил небо и землю. Он насадил сад. Мы сейчас увидим, он насадил сад. Сотворил человека. Окей? Восьмой стих. И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке и поместил там человека, которого создал. И произносил Господь Бог из земли всякое дерево приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. Пропускаем несколько стихов описание реки. Все. Пятнадцатый стих. И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы что? Возделывать его и хранить его. Когда мы слышим хранить, мы думаем охранять, что надо охранять сад. у меня вопрос от кого? От кого надо охранять сад, если пока еще создан только один человек, два в одном, Еву еще не извлекли. Человек создан два в одном, насажден сад, Адам помещен в этот сад, и в этом саду надо возделывать его и хранить его, не охранять, хранить его. Вопрос от кого? Или мы пропустили смену внимания. Возделывать сад, чтобы хранить Адама. Задумайтесь над этим. Возделывать сад, чтобы хранить Адама. Ведь речь-то о чем? Вы когда-нибудь обращали внимание, я не буду вас поднять руку, кто из вас временами грешит изредка. Не буду. Я боюсь потеряться в этом лесу. Ну, если мы откровенны. Но дело вот в чем. Вы когда-нибудь обращали внимание, что мы делаем, не буду называть это грехом, скажу так, мы делаем поступки, за которые нам потом стыдно в то время, когда мы не заняты. Вот когда у тебя появилось свободное время, вот тогда у тебя появляется возможность, и я думаю, мы с вами это уже обсуждали, кто не первый раз меня видит, я не мог прошлый раз не говорить об этом, позапрошлый раз не говорить об этом и так далее, когда Бог разговаривает, помните историю Каина и Авеля, помните? С кем Бог разговаривает? С Каином, а чью жертву он принял? С Авелем. Интересно, мы думаем, когда у меня с Богом все хорошо, он со мной разговаривает, когда у тебя с Богом все хорошо, что с тобой разговаривать? Он разговаривает с теми, кого надо поправить. И когда Бог разговаривает с Каином, чью жертву он не принял, он ему говорит очень интересную вещь, если делаешь добро, то не будешь ли принят, или то не поднимаешь ли лица, в синодальном переводе сказано. А дальше он говорит интересную вещь. А если не делаешь добра, то грех у дверей лежит, к тебе его влечение, но ты господствуй над ним. То есть вот у тебя грех манит к тебе, когда ты не делаешь добра. Понимаете? Потом апостол Иоанн нам написал, или Яков, я все время путаю, кто это сказал, но он говорит, посему видим, кто знает, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Это то же самое, та же самая мысль. В итоге получается, что Бог, Он творит землю, и Он помещает человека на землю, и дает человеку занятие, я не буду на воскресном собрании использовать такое удручающее слово, как работа, ой, использовал, ну ладно. Он дает человеку занятие, чтобы человек не вляпался. И внимание, у меня к вам важный вопрос. Вот в этот момент, когда Бог сотворил человека, поместил его в саду Эдемском, кстати, в оригинале в Библии не существует слова рай, тоже уже говорил у вас об этом, есть фраза сад Эдемский, и при переводе ее заменяют на рай. Долгая история, почему, то есть как бы текстологически можно так перевести, но на самом деле рая нет, есть сад Эдемский. Так вот, момент. Бог помещает человека в сад Эдемский. Скажите, пожалуйста, в этот момент, был ли Адам грешен? Адам в этот момент не грешен. И Бог ему говорит интересную фразу, мы ее сейчас с вами прочитаем. 16 стих. И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него. Я хочу задать вам вопрос. Итак, мы утвердили, что Адам в этот момент был безгрешен. Аминь. Обозначает ли это, что у него не было никаких рамок? Бог накладывает рамки на абсолютно непорочного, праведного, ни разу еще не согрешившего. И я вам скажу, это удручает, когда я думаю об этом, но ни у кого из нас нету отношений с Богом ближе, чем они были у Адама в тот момент. Вот ближе уже некуда. Праведнее некуда. Чище некуда. Ты только сотворен. И все равно Бог говорит, но есть пределы. Есть рамки. Есть рубеж, который лучше не переступать. И мысль, с которой я ехал к вам, у меня была эта мысль, и я хочу озвучить эту мысль, она кому-то из вас нужна. Свобода – это рамки. Отсутствие рамок – это рабство. Нам иногда кажется, что свобода – это когда я могу делать все, что хочу, но заметьте, когда Адам сделал все, что он хотел, он попал в рабство греха. И поэтому, я думаю, что у нас с вами не совсем верное понимание вот этого понятия рамки – свобода. Свобода в абсолютном виде не существует в принципе. Вот я вам сейчас скажу одну фразу, и вы сразу такие, ну да, конечно, оно очевидно, но почему-то, ну, мы знаем, ну, знаете, знал-знал и вдруг понял. Вот дай Бог, чтобы у нас это, когда-то настал этот момент. Потому что интересно, я либо свободен в Боге, но значит, я не могу грешить, либо я могу грешить, но я тогда вне Бога. Другими словами, я либо раб Богу, и тогда я свободен от греха, либо я раб греха, но тогда я свободен от... Вроде как новое небо и новая земля, но только побеждающий наследует все. Не все подряд, кто попал, а побеждающий наследует все. Вроде как новый Иерусалим, вроде как все творят все новое, но вот если ты жаждешь, то тогда я дам тебе воды живой. Заметьте, что Бог, Он всегда откликается на твое отношение к Нему. Это очень важная вещь. Он ведет, и Библия говорит, да, что с праведными Он поступает праведно, а с лукавыми по лукавству их. Помните? И это тот момент, который просто необходимо всегда помнить, потому что Он любит тебя, да, Он хочет тебя благословить, да, Он так много хочет для тебя сделать, но на это все есть одно но. И это но, оно фундаментально. То, что Бог хочет сделать, находится в зависимости от того, как ты к Нему относишься. Это очень важный нюанс. Это очень важный нюанс. И поэтому у меня вопрос сегодня к тебе, жаждешь ли ты? И, 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 окей, жаждать-то я жажду, но чего я жажду? Я жажду Бога или я жажду того, что Бог может дать? И это вопрос, который нужно задать себе. Еще раз, я жажду Бога или я с Богом, потому что, ну, что, клево, Он все дает, Он благословляет, я на полном обеспечении. Есть тонкая грань, которую мы можем нечаянно перешагнуть. Если мы вдруг поверим в то, что все дано нам, если мы вдруг поверим в то, что свобода это отсутствие рамок, мы можем потерять то, что мы имели. Адаму было недоступно всего лишь одно дерево в саду. Заметьте, это фундаментальная фраза, от всякого дерева в саду ты можешь есть. От любого. Все это доступно тебе кроме одного. И у меня уже не достанет времени для того, чтобы просто показать вам, сколько раз в Библии Бог говорит, я благословлю тебя, чтобы испытать тебя. Я благословлю тебя, чтобы испытать тебя. даже когда Израиль находится в пустыне. И они ропщут по поводу того, что им нечего есть. Отдельный разговор. Они вышли со стадами и им нечего есть. Даже ключевые, самые-самые именитые богословы иудаизма, они открытым текстом пишут комментарии на эту историю, что евреи просто допытывались до Бога безосновательно. У них было, что есть, но они вопили, что им нечего есть. И интересно, Бог отвечает на эту историю и Он говорит, я дам вам, одождю вам манну с неба. Классно? Ну, хотелось бы манну, да, вот прям вот, манна. Буквально следующий стих в этом же, буквально следующие же слова в этом же стихе. Чтобы испытать вас, будете ли вы тогда послушны мне? Еще раз, вера это про послушание. И когда Бог творит все новое, когда Бог творит новое небо и новую землю, Бог сотворил небо и землю, бытие 1.1. Ну, мы с вами читали из бытия 2.4, не страшно, то же самое. Бог Бог сотворил небо и землю, Бог сотворил человека, Бог насадил сад, поместил человека в этот сад, это то, как он хочет, чтобы все было в твоей жизни, но ты решил пойти своей дорогой. И знаете, как выглядит вся библейская история? Ты решил пойти своей дорогой, ты возвращаешься в эту точку, где ты взял от дерева познание, у тебя есть шанс теперь от него не брать. И если ты от него не берешь, история продолжится наконец-то. Она может не продолжиться, она может, мы на библейке говорили, ты можешь по этому кругу нарезать круги сколько угодно, пока тебе не надоест, или пока свое время не закончится. Два варианта. Если тебе раньше надоест, то ты двинешься дальше. Если тебе не надоест до конца, иногда знаете, эти карусели интригуют, и ты сидишь на этих каруселях, и голова кружится, но тебе прикольно, и ты остаешься, и время кончается, и карусель останавливается. Никто не знает, когда время кончится, потому что мы не знаем, сколько времени нам отведено, поэтому ободряю вас, выйдите с каруселей, и когда ты выходишь с каруселей, новое небо и новая земля, и я боюсь, что это та же самая, то же самое небо, та же самая земля, просто момент в том, что ты теперь новый, ты теперь во Христе понял, что не все, что мой глаз видит, надо брать, и увидела Ева, что плод, что, вожделен, она захотела и забыла, что Бог говорил, но еще раз, свобода это рамки, свобода это рамки, потому что когда ты пересекаешь эти рамки, когда ты перешагиваешь их, ты теряешь то, что Бог делал, ты теряешь то, что Бог хотел сделать, и совсем кратко уже, третье место Писания, которое говорит то же самое, это Исайя главой раньше, Исайя 65 глава, что Бог хочет, что Бог хочет с этим новым небом и новой землей, тоже буду читать заранее, с 11 стиха, хотя нас интересует 17, а Исайя 65 с 11 стиха, а вас, которые оставили Господа, забыли святую гору мою, приготовляете трапезу для гада и растворяете полную чашу для мене, вас обрекаю я мечу, Бог говорит, вау, и все вы преклонитесь на заклание, потому что я звал, а вы не отвечали, говорил, а вы не слушали, но делали злое в очах моих и избирали то, что было не угодно мне, почему так говорит Господь, вот, будут есть, а вы будете голодать, сегрегация, есть две категории людей, есть люди, которые, и помните, я вам сказал, что ты либо раб Богу и свободен от греха, либо ты раб греха, но ты свободен, понимаете, и мы зачастую думаем, ну вот, ну я же произнес молитву покаяния, но еще раз вам говорю, новое небо, новая земля, новый Иерусалим, и все равно, не каждый будет пить, а только жаждущий, и не каждый все наследует, а только побеждающий, побеждающий кого? Себя, побеждающий себя, и это твой выбор, кому ты раб, и в этом твоя свобода, у тебя есть свобода выбрать свое рабство, вернее, кому, то есть, неизбежно ты будешь рабом, приехал, сказал благую весть, хороший гость, я вас предупреждал, я по-доброму не умею, ты будешь рабом, но вот в чем дело, у тебя есть возможность быть рабом тому, у кого это просто реально в кайф быть рабом, Богу, но это твой выбор, и здесь он показывает эту вещь, и он говорит, что рабы мои будут есть, почему так говорит Господь Бог, 13 стих, вот рабы мои будут есть, вы будете голодать, рабы мои будут пить, вы будете томиться жажду, рабы мои будут веселиться, заметьте, Богу не проблема, он хочет, чтобы ты ел, он хочет, чтобы ты пил, более того, он хочет, чтобы ты веселился, но ключ к этому не в твоей мнимой человеческой свободе, он говорит, рабы мои, вот им это светит, ну а если ты свободен от меня, ну вот, тебе туда, опять сегрегация, как в книге Откровения, ну потому что собственно в книге Откровения Бог цитирует Исайю, вернее себя, когда он говорил через Исайю, рабы мои будут веселиться, а вы будете в стыде, рабы мои будут петь от сердечной радости, а вы будете кричать от сердечной скорби, и рыдать от сокрушения духа, и оставите имя ваше избранным моим для проклятия, ну для проклятия, давайте, ну здесь мне требуется пояснить, то есть вас будут упоминать как ругательство, да, то есть, ну там, ладно, не буду, у меня есть пример, но не буду, не, не буду, ладно, и оставите имя ваше избранным моим для проклятия, и убьет тебя Господь Бог, чего? Жуть какая, и убьет тебя Господь Бог, а рабов своих назовет иным именем, которым, кто будет благословлять себя на земле, будет благословляться Богом истины, какое у тебя иное имя? Ты не знаешь своего иного имени? Это статус, а имя? Да ладно. У меня три минуты на то, чтобы начать Евангелие с первого стиха и до конца. Христианин твое имя. Причем, что такое христианин? Христианин это не то, что вот я Боженко, значит я из семьи Боженко, да, это не фамилия. Христианин нет у имени Христос и нет фамилии Христос. Слово Христос переводится помазанник, а христианин обозначает идущий путем помазанника. Кстати, идущий. Не просто верящий, а идущий путем помазанника. И у тебя новое имя, и вот это новое имя, если ты нарекаешься этим именем, то будет благословение, смотрите, которым, кто будет благословлять себя на земле, когда ты говоришь, я христианин, ты благословляешь себя на земле, заметьте, на земле, и дальше он говорит, тот, кто это делает, он будет благословляться Богом истины, и кто будет клясться на земле, будет клясться Богом истины, потому что прежние скорби будут забыты и сокрыты от очей моих. Прямо книга откровение, ибо вот я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце, и он говорит, а вы будете веселиться и радоваться вовеки о том, что я творю, все творю все новое, и вы будете вовеки радоваться об этом, как это будет выглядеть, вы только задумайтесь, ибо вот я творю Иерусалим весельем и народ его радостью, и буду радоваться об Иерусалиме и веселиться о народе моем, Бог хочет веселиться, Бог хочет, чтобы ты дал ему повод радоваться. Он говорит, я буду веселиться о народе моем, и не услышится в нем более голос плача и голос вопля. Там не будет более малолетнего и старца, который не достигал бы полноты дней своих, ибо столетний будет умирать юношу, как молодой. Вы знаете, у меня уже много лет есть некоторое состояние коленей, когда они меня начинают доставать. И я, когда читаю этот стих, я прям провозглашаю этот стих в свою жизнь. Я хочу в сто лет быть как юноша. Хочу. Я не знаю, как вы, ну, знаменитый этот прием, популярный в американских церквях. Я беру это. Я беру это, потому что здесь так сказано. Если я называю себя его именем, я христианин, то мне, это мое дело, это моя часть. Вот оно, творю все новое. Мой организм был рожден почти 50 лет назад, но я могу иметь новый организм. В смысле, не переселиться в другое тело, мы не о реинкарнации говорим. А это тело, оно будет как у юноши. Все творю все новое. Я заново, я стираю всю эту прошлую историю, все эти ваши круги, сколько вы там хотели, сколько вам было по кайфу, вот тут вот мусолится. Я это отрезаю. Ты решил выйти с этого метро и остаться на правильной станции. Хорошо. Все, убрали линию метро. Будь на правильном месте. И вот это вот, все творю все новое. Я даю тебе новое начало. Я запускаю тебя заново. Настолько, что столетние будут умирать, как юноши. Интересно, дальше, где я нахожусь? Но столетний грешник будет, проклинаем. Опять, вот надо Богу все время где-то досыпать соли в это сладкое блюдо. Ну так было все хорошо. Нет, а грешник столетний будет, проклинаем. Ладно. И будут строить домы, не дом, домы много, и жить в них, и насаждать виноградники и есть плоды их. Не будут строить, чтобы другой жил, не будут насаждать, чтобы другой ел. Ибо дни народа моего будут, как дни дерева, и избранные мои долго будут пользоваться изделием рук своих. И избранные мои долго будут пользоваться изделием рук своих. Долго. Я хочу, чтобы это было долго. А не так, что ты что-то заработал и не успел обратить внимание, а уже как, знаете, как сквозь песок, сквозь пальцы. Но он говорит, избранные мои будут пользоваться делом рук своих долго. Не будут трудиться напрасно. Смотрите, большинство верующих хотели бы прочитать. Не будут трудиться. Нет, не будут трудиться напрасно. И рождать детей на горе. Ибо будут семенем, благословенным от Господа. А в 66 главе мы читали, что семя ваше будет пред лицом моим, как новое небо и новая земля навсегда. И здесь он об этом же говорит. И он говорит, ибо будут семенем, благословенным от Господа, и потомки их с ними. И будут, прежде нежели они воззовут, я отвечу. Они еще будут говорить, я уже услышу. Связь с Богом будет моментальная. Если, если ты просто соблюдаешь рамки. Не делами ты спасаешься. Дай аминь. Но не переходи рамки. Адам не заслужил, чтобы Бог его сотворил. Не заслужил. Это было действие благодати. Но абсолютно праведному, непорочному, никогда еще не грешившему, Бог дает заповедь. Бог дает рамки. Бог дает закон. У нас очень часто есть мнение, что закон – это следствие греха. Закон – это предотвращение греха. Но человек, точно так же, как Адам, решил перешагнуть рамки. Начал нарезать круги. И в итоге Бог теперь ждет в этой вечности. Когда же до тебя, наконец-то, дойдет, что с этих каруселей можно встать и уйти? Давайте помолимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова